Пролетарии всех стран, соединяйтесь с именем Перуна! Приветствую вас, уважаемые товарищи, комрады и комрадессы, зрители и слушатели нашего канала и неуважаемые все остальные, которые сосут кровь с пролетариата и ничего не делают. Переходим теперь к психологии рационализма и созданных им идеологических построений. В состав рационализма мы можем различать несколько отдельных течений в его составе. Первое из них заключается во зрении на мир и общество, как на сцеплении отдельных сил, причем специально среди людей эти силы находят основной фокус концентрации в так называемом индивиде. Спрашивается теперь, какая психологическая предпосылки могут дать подобное механическое мировоззрение? Для ответа на поставленный вопрос мы должны представить себе прежде всего самую сущность подобного метода. Она заключается в том, что человек как бы обезличивает, умерщвляет мир и становится по отношению к нему совершенно изолированное положение. Никакая душевная, семейная или родовая связи не соединяет его больше с миром. Точно так же не связывает его с миром какое бы то ни было божество. И сердце, и религиозное чувство в такой душе совершенно умирают. Место их занимает тот всевозвышающий и оценивающий разум, для которого нет ни пристрастий, ни влечений, ни пристрастий. Но есть такое, есть только внешний мир, масса доступных познанию и действию предметов. Эти предметы представляются в качестве полной и совершенной противоположности познающего я. И если даже в этого я, вне этого я имеются другие подобные ему я или субъекты, то они ни в коем случае не выключаются из общей среды внешнего мира и не приводятся к нему ни в какую особую непосредственную связь. Будучи сами для себя субъектами, для познающего, они все равно представляются только объектами, так как иначе не может действовать наше внешнее познание. Отсюда в качестве необходимости весьма резкое противоположение себя миру и противопоставление своих личных желаний и стремлений окружающим, и не только предметам, но и человеческих волям. На первый взгляд такая абсолютная система эгоцентризма или эготизма, первое превознесение своего я совершенно немыслимо и необъяснимо. Тем более здесь нет совсем переоценки своего я, как чего-то высшего или лучшего по отношению к другим. Однако такая психология необходима везде там, где человек встречается с человеком, не как представитель социальной группы, не как связанная с данным лицом общностью моральных и эстетических суждений личность, но как изолированная единица, стоящая вне дружбы и вражды, вне морали и религии, вне авторитета и симпатии и всех подобных основанных на качестве суждений. И действительно, когда на смену чисто военным отношениям грабежа и завоевания приходят отношения мирной торговли и обмена, то как раз вместе с рынком появляется и новый принцип отношений человека к человеку. Психология обмена сама по себе очень проста. Здесь человек противостоит другому человеку, как совершенно чуждая существо. Причем одному нет ровно никакого дела до другого. Отношения здесь устанавливаются благодаря одной лишь потребности со стороны одного купить, со стороны другого продать какой-либо объект обмена. Товар не имеет ровно ничего общего с покупателем или продавцом. У дурного человека может быть отличный товар, у хорошего наоборот. Точно так же и в деле установления цены. Она устанавливается совершенно независимо от качества обменивающих лиц, но только в силу объективных законов спроса и предложения на рынке. И как раз рыночная цена того или другого предмета нисколько не меняется от того, что он может быть имеет для продавца или покупателя совершенно особую цену в силу религиозных убеждений и романтических привязанностей того или иного лица. Плох был бы тот торговец, который из жалости раздавал бы с убытком себе товар неимущим. Плох был бы покупатель, который из любезности и уважения к продавцу заплатил бы вдвое или втрое за малоценную вещь. Психология обмена есть как раз та, которую в свое время заклеймили Маркс и Энгельс в качестве психологии бездушного и холодного расчета, перед которой умирает всякая сентиментальность и всякая романтика. И вот эта психология с естественной необходимостью дает возможность удаления из мира человека всего, что связывает их, помимо торговой, арифметики. Ясно теперь, что везде, где мы находим рынок, где хоть в ограниченном объеме развиваются спрос и предложения, где идет борьба за дешево купить и дорого продать, там везде мы найдем психологию, вполне подготовленную к восприятию холодного механического воззрения на жизнь и противопоставления своего «я» другим в качестве объектов для удовлетворения своих потребностей и желаний. Та же торговля, будучи искусством получить с другого человека, возможно, больший доход, научает смотреть на людей по своей мерке и видеть в них таких же приобретателей, исполненных корости, как и сам продающий. И если по отношению к покупателю так же, как и продавцу, не существует никаких особых сдержек в виде чести, любви или уважения, то это еще усиливается перенесением психологии торгаша с его стороны на окружающих. Прибегая сам к обману и неблаговидным приемам, будучи исполнен жадности и корости, торгаш и других почивает такими же, как он, а следовательно ставит на почву цинизма и свои отношения к другим продавцам и покупателям. Такая психология весьма легко приносит опыт рынка на весь окружающий мир. И так получается циническо-эгоистическое мести, корыстное к нему отношение. Убедившись далее в слабости людей и силе элементарных, наиболее материальных и грубных потребностей в душе человека, торгаш еще более утверждается в своем воззрении, а сам человек представляется ему даже не личностью, а только абстрактным центром для сосредоточения страстей. Причем такой центр теряет в конце концов даже характер цельности и единства и становится складочным местом потребностей, в котором царствует сильнейшая из них бессознательно, ей морально и эстетической ценности. И это подтверждается ежедневным опытом. Стоит найти у человека его наиболее слабую струнку, а вместе и наиболее сильную страсть, и таким человеком можно управлять, как совершенной игрушкой. Указанная точка зрения не есть, однако, что-либо необходимо, связанное с одной лишь средой непосредственно торгующих. По мере того, как увеличивается значение власть денежного капитала и захватывает не только область кредита, но и труда, отдельного от человека и индивидуалистическая точка зрения должна проникать в более широкие круги, соприкасающиеся с городским капиталом. Но не нужно думать, будто капитал будет вызывать рационалистический метод своей оценкой в тех кругах, на которые он, может быть, действует разлагающим образом. Для крестьянина, с его мистическим и романтическим мировоззрением, как капитал получит олицетворение в виде так называемого жида и войдет в виде особого злого враждебного духа во все его мировоззрение, миросозерцание. Но зато в городских кругах, особенно наемного труда, капитал будет понят верно в своей сущности, хотя и вызовет отрицательное к себе отношение. Городской рабочий класс очень рано ввиду этого принимает материалистические тенденции, хоть и пробует их вначале прикрыть некоторым мистическим покровом в виде пантеизма, но зато рационализм купца кажется весьма плодотворным для техника, математика, естествоиспытателя. Для них рационализм есть первая ступень к обоснованию положительной науки. И эту среду воистину можно считать искусственной средой привитого знаниями научной дисциплины рационализма. И в самом деле человек, воспитавший себя на постоянном анализе и разложении явлений, привыкший изолировать их и выделять во всем мире лишь идеальные точки концентрации энергии или сил, исходя из необходимого закона однобразия всего сущего, не может не переносить естественного математического метода на мир общественных отношений. Отсюда возможность дополнения и оправдания рыночного опыта математической формулой позитивно мыслящего философа. Отсюда и возможность самостоятельного обоснования индивидуализма помимо мира, свободного обмена хозяйственных благ. А вместе с тем и самостоятельная традиция рационализма уже независима от среды, в которой практически он получает свои живые корни. Так становится возможным и соответственное воспитание в духе рационализма. Причем здесь на первый план выступает искусственное усиление эгоистических мотивов нашего «я», повышенная оцинка материальных благ, восхваление обмена, как показателя истинного содержания жизни человека и усиленное знакомство с математическими, физическими и экономическими науками. Этим путем может быть воспитан искусственно не только теоретически, но и практически индивидуализм на утилитарной и рационалистической подкладке. Психология хозяйственных отношений на почве денежного обмена может дать и другое течение рационального метода. Конкуренция, которая ведется на поприще хозяйственной борьбы, сама по себе не предполагает никаких особых высоких наклонностей или дарований. Успех на ее поприще в полном смысле слова – дело наживное. Чем больше человек сбрасывает в себя сеть всевозможных романтических предрассудков и мистических запретов, чем более он становится самим собою, естественным, нормальным человеком, тем больше усваивает он в конкуренции. Но, с другой стороны, конкуренция заключает в себе требование, приспособление к нормальным, средним же потребностям, к наиболее обширному, среднему вкусу своих потребителей. Так оказываются данные самой практикой в высшей степени важных понятий. С одной стороны, естественного, в противоположно связанному, неестественному, изуродованному предрассудками. С другой же понятия нормального, в смысле среднего, обыденного, повседневного. Так что первое и второе понятия необходимо друг друга дополняют. К этим понятиям присоединяются и новые. Та же конкуренция необходимо дает их. Они заключаются в том, что, во-первых, конкуренции побеждает тот, кто больше возвращается к естественному своему существу, отбрасывает искусственные свои сдержки и наиболее полно пользуется своим естественным разумом. Во-вторых же, эта победа обеспечивается человеку самой природой, так как среди противоборствующих сил побеждает сильнейшая, а сильнейшая отказывается та, которая наиболее близка природе, а следовательно, обладает всею силой естественных страстей. Представление рынка как свободной арены естественных страстей, руководимых разумом, есть необходимый вывод из данных практического мира. Этим путем не только освещается конкуренция, но и создается апофеоз победителю в борьбе за хозяйственные блага. Добытый таким путем эмпирический закон в силу необходимой тенденции к обобщению возводится затем в закон жизни вообще. Причем выставляется вообще требование свободы чувств и страстей, борьбу которых природа и разум приводят к наиболее благодательным результатам. И подобно тому, как купец побеждает в конкуренции благодаря свободе естественных страстей, характеризующих собой среднего человека, точно так же и во всех областях человеческой жизни должен побеждать тот, кто наиболее полно следует тем же страстям конкуренции с другими разумными существами. И наблюдения в среде научной деятельности, так же в области духовной борьбы, казалось бы, вполне подтверждают найденный на рынке закон. Именно свободная конкуренция спасает духовную жизнь от закостенения и смерти. Только там наблюдаем мы истинный прогресс в научном и художественном творчестве, где свободно идет борьба за истинную правду, где не умирает искание все новых и новых откровений, где царит настоящая революция, не подвергающая ошибочное и устарелое ради творчества новых методов, новых истин, новых форм. Становится почти несомненным фактом, что лишь свободная конкуренция в области религиозных исканий дает горячую и искреннюю веру, что лишь свободно избранный моральный закон дает нравственного человека. И даже в области чувства, в области любви, лишь постоянная борьба за внимание, уважение и симпатию со стороны любящих и имущих, ищущих любви, дает крепкую и живую любовь, свободную от мертвящего влияния привычки, условностей и лицемерия. Все подобные наблюдения особенно находят отзвук среди городского класса, который можно назвать городской интеллигенцией. В этом слое населения, вполне естественно, городской капитал находит союзника в своей проповеди принципы свободы. Далеко поэтому не правы те, которые полагают, что городская интеллигенция всегда является орудием денежного капитала. Как мы видим, здесь имеется и значительное совпадение групповых интересов, выражающихся в соответственной психологии. Если мы теперь обратимся к психологической предпосылке третьего течения рационализма, а именно его юридико-политических тенденций, то мы найдем, что и здесь как раз городской класс является их главнейшим создателем. Ибо там, где необходимо протянуть связь между изолированными индивидами, обладающими каждой своей особой эгоистической волей, возможен только один способ, а именно установления юридической связи прав и обязанностей. Как раз юридическое мышление обладает той особенностью, что оно заменяет реальное отношение авторитетного властвования и моральной обязанности фикса и двух юридически равноценных вой, обусловленных понятием правоспособности, причем в сделку вступают не определенные лица, как таковые, а только отвлеченные субъекты прав. Такие субъекты прав являются в сущности лишь юридическим выражением того среднего нормального индивида, абстрактного носителя потребностей, всегда равного себе центра страстей, который уже знаком нам в качестве создания психологии рынка. С точки зрения групповой психологии, весьма легко различается то, построенное на романтическом базисе немецкое право, которое открыто в средневековой Германии так называемой «германской школой» и римское, чисто городское право позднейшей эпохи, проникнутое началом рационалистического индивидуализма. Как только субъект прав был оторван от массы отдельных прав вообще, и явилась возможность идеально разлагать эти права путем сделок между нормальными индивидами, передавать и нагромождать их в любом виде и объеме, что этим самым дана была чрезвычайно важная для городского капитала возможность создавать свои имущественные комплексы, так же, как и удерживать их при помощи весьма легкого и для торговцев доступного умственного процесса. И в самом деле, при помощи идеального распоряжения правами возможно производить хозяйственные операции в атмосфере, совершенно оторванной от каких-либо отношений моральной ответственности, личной привязанности, органической зависимости целого и частей или влияния Божественного Духа. Да. Обезличиванию людей здесь соответствует процесс обезличивания вещей, которые обращаются в столь же бесцветные объекты прав, как и юридические субъекты. Все здесь зависят от направления воли самой по себе вполне свободной, так как право очень скоро перестает быть искусством доброго и справедливого и становится формальной оболочкой как моральных, так и совершенно лишенных морали акта. И если хозяйство феодального оборона органически связано с хозяйством крепостного крестьянина, и ни тот и ни другой по существу не имеют и не могут иметь права полной собственности, если дали отношения, общение ее со членом менее всего могут быть выражены в строгой юридической форме, а регулируются преимущественно романтически построенной моралью, то наоборот при помощи денег все дробится и становится текучим, а каждый обрывок лоскут органического целого может стать предметом права полной собственности, подлежащий обмену и отчуждению. Тот, кто все предметы оценивает на деньги, подлежащие произвольному делению или накоплению, иногда не затруднится перенести такое понятие делимости и собственности на мир живых человеческих отношений. Право собственности есть удивительное изобретение рационалистически настроенной городской психологии. Оно состоит ни больше ни меньше, как в полном праве распоряжения, не связанном никакими издержками по отношению к тому, что признается вещью. Так что здесь отвлеченный субъект имеет право использовать, истребить и все, что ему угодно сделать с той вещью, которая является на самом деле человеком, животным или предметом, входящим в любой хозяйственный комплекс. При этом никакой другой субъект не имеет права помешать субъекту-собственнику в деле даже истребления вещи, в которой нуждаются другие. Как очевидно, подобно абстрактному характеру субъекта и вещи, как право собственности, получает также абстрактный, а вместе с тем, абсолютный характер, который характеризует собой власть, совершенно деспотичную, по типу произвольную по существу, не основанную ни на чем другом. Да, как только на акте приобретения, из которой главнейшим является контракт или договор, ничем далее не мотивированных воль. Таков и должен быть институт, который есть результат борьбы чистых, отвлеченных сил. Он есть голая сила по преимуществу, экономическая и естественная сила, обреченная правовой покров. Такое понятие, ужасное в своей чистой форме, является необходимым продуктом рационалистического мышления и психологии той среды, которая, опираясь на игру конкуренции, приобретает при помощи естественного процесса хозяйственные блага и закрепляет их на основании естественного факта безразличным по существу индивидуумам. Тут все можно сократить до одной фразы. Ничего личного, чисто бизнес. Если за фактом здесь ставится в виде объяснения начала свободной и естественной игры сил, то факт от этого, конечно, нисколько не меняется и не приобретает никакого оправдания ни с точки зрения божественского закона, ни человеческой морали. Указанный нами характер фактического соотношения сил, легший в основу сознания торгового класса, необходимо должен был привести к подыскиванию какого-нибудь высшего объективного принципа, который давал бы хоть какое-то некоторое оправдание на лично существующему факту. Отсюда решимость внести некоторые романтические представления в область естественных обместий и хозяйственных соотношений сил, отсюда и некоторое особое поэтизирование природы, которую мы находим в тех учениях, где природа, или другими словами, сила, отождествляется с разумом. Так рождаются теории, где природа насыщается некоторой в ней живущей правдой, где ее проявления окружают ореолом прекрасного естества, где закон причинности возводится в дожествование, а начало большинства сводится панацеей справедливости. В таких учениях завершение рационалистического метода, как его строит городской класс, основавший свое могущество на деньгах и обмене. Да, да, хлопцы, девчата, вот такая у нас мысль. В низших классах городского населения, насколько ими воспринимается принцип рационализма, собой особое внимание к себе возбуждает отнюдь не процесс обмена, а потребление, которое для городской бедноты является вопросом жизни и смерти. Здесь, следовательно, главный пункт рационализма – это непристрастная нужда одних рядом с чрезвычайным излишеством других. И это, несмотря на принципиальную одинаковость и равенство всех индивидов, становясь на точку зрения разумной природы и ощущая гнет своих неудовлетворенных потребностей, которые все считаются совершенно разумными и естественными с точки зрения рационализма, нуждающиеся совершенно логично рассуждают не только о естественности своей потребности, но и естественном и необходимом соотношении потребностей тех и тех средств, которые служат для их удовлетворения. Природа, создающая потребности, создает также достаточно предметов, служащих для их удовлетворения. Овладевание этими предметами есть закон самой природы, а следовательно, человек при помощи своей естественной силы всегда может и должен овладеть всеми нужными для него вещами. Право собственности поэтому нисколько не подлежит устранению или упразднению, но только изменению в том смысле, что всякий, имеющий естественные потребности, является и естественным собственником тех предметов, которые нужны ему для его жизни, а следовательно, для питания, защиты от холода, размножения и так далее и тому подобное. Вот я вот чипичный представитель, который лишен качественного питания, лишен защиты от холода и лишен размножения в этом ублюдском кровавом мире капитализма. Потому что, ну вот я сейчас разъясню вам, ребятам, питание должно быть качественным, не химизированным, не ГМОшным. Я не должен от него страдать, мой организм не должен постоянно мучить меня болями от этого питания. Защита от холода. Я должен быть уверен в том, что мой дом, где, например, я живу, он обеспечен всем необходимым, а не то, что, если мне там газ отключат за неуплату, это вообще бред сумасшедшего, газ за неуплату, потому что на газе стоит прибыль, денежные и рыночные отношения. И размножение. Как я могу быть уверен в женщине, в которой побивало уже несколько мужиков? Милый, бог с тобой, каждый кто не первый, тот у нас второй. Как я могу быть не уверен? Да никак. Потому что, а что ей в голову там стукнет, я ж не знаю. А как я могу быть уверен, что это ребенок, ну, действительно продолжает мой род? Никак. И даже если ты берешь девочку, например, которая еще не знала мужчин, как быть можно в ее воспитании уверенным, если вокруг тебя денежные отношения? Рыночные вот эти вот. Рациональное обоснование здесь совершенно то же, как и у представителей капитала. Но психология класса придают ему совершенно иные черты. Так как, подчиняясь рынку, естественному закону, этот класс, тем не менее, предъявляет к нему совершенно другие требования, чем группа городского капитала. Так обосновывается идеологическое различие между построением крупной и мелкой, а иногда призрачной, собственности широких слоев городской бедноты. В рабочих классах городского населения, которые представляют собой не властвующих, а подвластных, не эксплуататоров, а эксплуатируемых, воспринятый им метод рационализма приобретает особую окраску, здесь в основу кладется не отношение обмена, а отношение производства, основанное на принципе покупного труда. Здесь индивидуализм снова наполняется нравственным содержанием. В основу производства кладется не отношение лица, купившего труд, к этому труду, а отношение работающего над созданием той или иной вещи. Так устанавливается определенная связь между трудящимися и созданным его трудом, ценностями. А на сцену выдвигается трудовой принцип. Рационализм здесь удерживает в том отношении индивидуалистическую точку зрения, что он не различает индивидов как таковых и считает их всех одинаково равными и отвлеченными трудовыми единицами. Но эти индивиды, создавая различные ценности, тем самым конденсирует свои естественные силы, выражающиеся в количестве труда, производимых ими предметах. А так как рационализм исходит из естественной первоначальной принадлежности сил человека индивидууму, как естественному же их обладателю, то и выставляется требование, которое должно предоставить каждому человеку плоды его собственных сил, каковыми и являются созданные ими ценности и благо. Приведенным соображениями мы можем закончить наше предварительное исследование о психологии социальных групп и способности их пользоваться тем или иным идеологическим методом. Резюмируя сказанное, мы можем теперь дать некоторое гипотетическое заключение. Оно состоит в следующем. Мистический метод необходимо связан с той социальной психологией, которую мы находим у громадного большинства крестьянства, живущего более или менее в условиях натурального быта. Но примените на сегодняшний манер все село и всю бедную деревню, всю бедноту. К нему примыкают с одной стороны некоторые группы охотничьих и рыболовных племен, а с другой некоторые группы городского населения. Особенно мелкие ремесленники и торговцы в эпоху весьма ограниченного рынка, работающие также в значительной степени при условиях натурального хозяйства. Искусственной средой основанной на мистической идеологии оказываются жречество, монашество, священцы и так далее и прочие организации, созданные исключительно для эксплуатации религиозных чувств населения. Вот в массе в массе все эти ведические культы, которые берут вечное вековое и превращают в эксплуатацию религиозных чувств масс. Миллионы, миллионы смотрят, миллионы подписываются и миллионы занимаются шарлатанством и пассивным подчинением. В период упадка отдельных цивилизаций народов, так же, как и в периоды резкого перехода от одной культурной формы к другой, психология других классов населения становится так же весьма доступным мистическим настроением. СССР и сдох временно, надеюсь, вот, пожалуйста, идет переход, идет катаклизм, люди с ума сходят и продолжают сходить, не знают, что им делать и не понимают. Романтический метод идеологии оказался далее специфической особенностью социальной психики крупного землевладения военного класса, к которому примыкают с одной стороны кочевники и мореплаватели, а с другой круги городской культуры, которые путем художественного творчества и духовной борьбы создают свое господство среди масс и обосновывают аристократию духа. Ну, вся современная военщина, я русский, я иду до конца, песнопение в этом духе, слава Украине, героям слава, а я Юкраин, гиднись нашей нации, мы там победим, вот это вот все сдерживание, сдерживание сил пролетариата, деклассирование пролетариата, это есть аристократы духа. Искусственной средой, основанной на романтической психологии, должно признать постоянное войско, даже в его современной организации. Романтика охватывает целые народы во времена особенного развития внутренней и внешней борьбы, во время революции, с одной стороны, во время войн, освободительных и завоевательных с другой. Метод рационализма находит особенно благоприятную почву в городе среди класса, который посвящает себя крупной торговле. Но это современные капиталисты. С переходом к более высоким формам денежного хозяйства этот же рационалистический метод получает доступ в среду городской мелкоты, а в период капиталистического хозяйства переходит в сознание промышленных фабричных рабочих или пролетариата. Да, вот по отношению, две противоположности формируются, пролетариат и буржуазия. Искусственной средой рационализма должно признать те свободные профессии, которые особенно тесно соприкасаются с наукой, техникой и юриспруденцией. Ну вот, наука и техника, моя профессия связана с организацией и технологией. Я режиссер кинотелеискусства, да, моя задача создавать шедевры, грубо говоря, связанные с наукой и техникой. Но я действую в сфере искусств, поэтому режиссеров-магистров не существует и быть не может, магистр это научная степень. И точно так же юрист, представитель свободной профессии. Рационализм, кстати, проститутки тоже, рационализм становится господствующим целом в стране вместе с расширением, ну, в целом, в целой стране вместе с расширением и упрочнением капиталистического хозяйства. Это господство, однако, не может быть ни постоянным, ни всеобщим при наличности вышеупомянутых классов с их особой психикой и обусловленным методом. Я тут дополню. Капитализм, в сути своей, он иррационален на самом-то деле. Он стремится к рационализму, но никогда его не добивается, потому что это иррационально с точки зрения субстрата под названием земля, на которой мы живем, эксплуатировать бесконечно в угоду прибыли, чисто холодным расчетом всю окружающую среду. Это губительно. Конечно, такая схема может быть упрощена. Можно сказать, что центр мистицизма находится в крестьянстве, центр романтизма в дворянстве, центр рационализма в городском классе. Но эта схема, так же, как и предыдущие, представляет собой только самые общие положения, которые нуждаются в самом деле в значительных изменениях и дополнениях. Собственно говоря, мы книгу Михаила Рейснера дополняем я своими комментариями, вы там своими комментариями и так далее. Вот. Что же, на мой взгляд, есть некий идеал для современного общества? Да, вот уже пройдя пять глав, мы с вами можем подвести некое такое гипотетическое резюме. учитывая, учитывая тотальность анархизма возведения в некоторых странах в метрополии криптофашизма в странах-колониях чуть ли уже открытого фашизма, который соприкасаем с конкретным таким анархизмом, полной безалаберенности отношений человека, чрезмерного отсутствия человека как человека природного начала, как гуманного начала, мы видим, что все идет к деспотии, к деспотическому режиму. Причем этот деспот это некий человек, группа лиц деспотического характера, она должна использовать мистический подход скажем так к тем людям, которые верят в приход Царства Божьего, в приход Второе пришествие Христа или что там Митры, еще кого-нибудь, в приход Перуна, то, что Перун прилетит и так далее. К ним надо относиться вот мистически и вдалбливать им рационалистический момент обучения и романтизм. К сословию воинов, воинствующих так сказать ребят, к воинской духовной знати, к интеллигенции, которая их защищает, к певцам, творцам, к киноделам и прочим. Разумеется, ну не то, что к киноделам, условно говоря, киноделы все-таки ближе к рационализму. Им стоит прививать мистицизм и рационализм, как то, что у них отсутствует в их балансе, в их балансовой структуре. Потому что они голос крови, голос дворянства, голос великих побед, слава на поле боя, оно губительно для современных масс и действует в интересах все тех же капиталистов, которые находятся в положении рационализма, так же, как и городская беднота и просто весь сейчас пролетариат. Потому что пролетариат старается мысли до рационально, но так как мозгов у него не хватает, не в физическом, а в интеллектуальном плане, он отсутствует, у него субстрат именно интеллектуальной подготовки, потому что он лишен этого, хотя он уже в сути своей, благодаря объективным законам развития экономических, развит до той степени, что его можно психологически обучать и ему нужно вернуть и мистическое понимание, хотя он пропитан мистическим пониманием, городской пролетариат, то есть большая половина пролетариата она пропитана мистицизмом и возвращать дворянские вот эти традиции, что за славу во имя всех, во имя общего дела и прививать рационализм не холодного только лишь расчета, но как и лед и пламень, балансового метода вы должны не забывать, что мы живем помнить всегда о том, что мы живем на большом корабле космическом, возможно это даже космический корабль под названием Мидгар, Терра, Русь и так далее, возможно он даже живой имеет мыслей и он не вмешивается в наши отношения, в отношения людей только как какими-то глобальными природными катастрофами, потому что такова задача взращивания душ человеческих. Вот, и деспот этот новый и новый деспотический режим должен уметь балансировать и сводить это к единым определенным нормам и справедливости, которая должна стоять выше определенных законченных законных мер, потому что закон он-то описан для людей в массе своей, а как же он будет соблюдаться, это уже зависит от психики, от души человеков. Благодарю всех за внимание, следующая глава будет теократия как идеологическая форма, мы рассмотрим об этом крафтус, власть, о божественном владении и как оно действительно тоже применилось потом на Советском Союзе, да, оно так и было, вот, и мы рассмотрим и духовную изоляцию России до СССР, пройдемся и по произведениям Каутского, и жизни Иисуса Эйкина, Ренапа, иудейство, и христианство, античный мир рассмотрим, я думаю, будет очень интересно. Сила в пролетарской правде.